Наша трибуна Я имею, что сказать А я думаю, что... Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Да, мы в эфире Да, возвращаемся в эфир Телефон студии по-прежнему 847-400-5200 Давайте, наверное, то я как-то так разговорился, разошелся, расходился И народу не даю сказать Говорите, пожалуйста Да, еще раз, добрый день Вот такой вопрос у меня Вот если демократы ничего не найдут сейчас Так? Учитывая то, что в команде Мюллера Работала действительно куча грязных демократов Следует ли ожидать, в конце концов, каких-то утечек Которые, как бы... Ну, понимаете, о чем? На самом деле, в докладе Мюллера нет ничего И демократы это понимают Даже если его открыть полностью Там нет ничего, кроме каких-то эпизодов Но ведь дело заключается не в этом Ведь если бы там было что-то такое Так Мюллер бы, соответственно, и вывод сделал На основании каких-то показаний Вот Ты знаешь, я честно, я немножко не понимаю Вот в этом я не понимаю немножко Бара Хотя он мне нравится Своей подчестность В чем-то не понимаешь, быстро говори Говорю, говори быстро Тем, что он не дожал Мюллера Довести решение до конца Он же мог ему сказать Послушай, ты два с половиной или там два года Ты делал расследование, да Что значит Тут ты сделал окончательное решение Я принял А тут ты отставляешь дверь открытую И либо ты делаешь решение Что есть достаточно Что мы его ведем в суд Либо ты принимаешь решение Что нет достаточно доказательств И он должен быть оправдан Потому что нет доказательств вины Так, а собственно так доклад и звучит Нет, нет, доклад оставляет слишком большую, широко открытую дверь А ты думал его зачем поставили на это место? А я тебе об этом и говорю Я говорю про жизнь Я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь Я про Бара говорю Я понимаю, о чем ты говоришь Я понимаю, о чем ты говоришь Но там ведь есть не один мало Там есть еще Розенстайн И вот ему надо было бороться с этими двумя людьми И поверь мне, за ними стоят такие Я понимаю Простые силы И с другой стороны Наверное, все это действительно очень сложно То есть схематично, если рассуждать Я с тобой полностью согласен Да, действительно, давай Но он не может же его под пистолетом заставить написать то или иное Я вообще не понимаю Вот смотри, я тебе приведу пример Чтобы ты понял, о чем я говорю Я понимаю, чем ты говоришь Позиция ведет расследование Человеку вменяется То есть ведется расследование Нашли достаточно доказательств Пришли к прокурору и говорят Ребята, вот наше доказательство Прокурор решает Да, достаточно ведем суд Или недостаточно на доследование Или недостаточно все отменяется Понимаешь? То есть прокурор принимает какое-то решение Теперь послушай, я все понимаю Ну вот тебе свежий пример Есть достаточно улик для того, чтобы предъявить 36 обвинений Смолету Да И прокурор говорит, да, кейс драпнут Так что, понимаешь? Да, но тут прокурор говорит, а тут у нас есть Аттерни Дженнер А тут получилось, что Малер вместо того, чтобы выполнять свою прокурорскую работу Написал такое эссе Да То есть они собрали все сплетни, все слухи И как справедливо Для меня вообще большой авторитет Марк Левин Потрясающий мужик Абсолютно Умница И каждому еврею следует вообще послушать Марка Левина Единоверца своего И не еврею тоже И не еврею тоже Ему сегодня, ну, как бы выполняли роль адвоката дьявола, Факс Ньюс Малдескать, вот Дан Маген сказал, что вот то-то, то-то На что Левин сказал Подожди, подожди секундочку Это что, суд установил? Что Дан Маген сказал? Это одна сторона Может Дану Магену Бейтсовы в тиски зажали И он сказал то, что от него хотели Сказали, либо ты скажешь, либо вы не сняли Либо ты скажешь, либо мы тебя сейчас посадим Что зажали? Ну, неважно И такое могло быть? Могло Скажи мне Скорее всего, так и было А что толку от того? Поэтому то, что сказал Маген, это не является абсолютно истиной Это одна сторона Там не было адвокатов, которые бы сказали Секундочку, подождите, о чем вы говорите То есть, человека поставили в условии, где он вынужден играть по правилам этих бандитов Конечно Причем он давал 30 часов показаний Скажи мне, а что толку, что опубликовали результаты этого репорта Если все равно Джерри Недлер Все равно сказал, что Джерри Недлер вышел сегодня Это неправда, что все равно Трамп украл выборы И так и будут говорить Теперь будет Это позор еврейского То есть, два года Два года говорили о том, что Трамп украл выборы Теперь будут два года говорить о том, что Это расследование Малера Было куплено И результаты подделаны Фальсифицированы И все это неправда Я, по-моему, тоже Год назад или полтора года назад говорил о том, что Никакого обвинения не будет Все, что это делается с одной целью Набрать материал, создать общественное мнение С тем, чтобы попробовать попытаться объявить импичмент Но, похоже, с импичментом тут как-то не очень получается Потому что они даже в нижней палате не могут набрать голосов Для того, чтобы поддержать Артикл об импичмент А Пелоси ясно сказала, что Это будет У нас сегодня нету никаких эвитов Абсолютно Ну, она же понимает Старые веса Она хоть и выжила из ума, но какие-то вещи Она пытается объявить противовес к левому крылу Акасия, контест Давайте примем звонок Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вы тоже говорили вот на этой радиостанции Что Девин Ноланс и Линдси Грэм И я добавляю Джудишл Воч И многие другие Продолжают работать над этим И они очень близки И Девин Ноланс вообще выдвинул иск по теми делам То есть, вскоре это дело будет раскручиваться в другую сторону Поэтому все эти демократы в такой истерике Потому что они понимают, что дело не только в том, что они не сумеют импичь нашего президента Но скоро их схватят, как вы говорите, за всякие эти места Спасибо большое За уши Я вам скажу такую вещь Вот смотри Если взять и абстрагироваться от всей Калужин вообще теории Вот просто ее нет Нет, не было и не надо Представьте себе, о чем сегодня бы говорили демократы Вот, что бы они ставили в свою адженду перед выборами Можно я тебе скажу? Да Я вчера пересмотрел фильм «Собачье сердце» И мне сразу... Я смотрел этот фильм, а мне вспомнилась Маша Си, которая голосовала за Сэндерса То есть они бы ставили у него гриндил Нет, отнять и поделить Отнять и поделить Как сказал Шариков Отнять и поделить Это то, что предлагает Барни Сэндерс Ну, правда, отнять не у него, отнять у всех и поделить И Маша Си, умная девочка, получившая образование, карьеру сделавшая Голосует за Барни Сэндерс И на сегодняшний день Барни Сэндерс один из самых популярных политиков Он уступает чуть-чуть полувступившему в президентскую гонку Ну, Джо Ну, старина Джо, знаешь Ну, да Гуфи Гуфи, да, да, Гуфи Ну, Сереж, смотри Вот забудь про эту всю Калужину Вот сегодня идет противостояние Значит, Трамп со стороны республиканцев И кто-то из демократов, который выиграет праймерис, идет на general election Да, вот о чем предвыборная кампания, что она может предложить сегодня Я тебе хочу, как ничего Очень просто Очень просто И поделить Ну, да, это бесплатное образование Я еще раз напомню, Маша, вот то, что ваш Так сказать, кумир Барни Сэндерс предлагает Это все прописано в Конституции 36-го года В Советской Конституции То есть Ну, девочка не знает И 27 лет, молодая девочка То есть Барни поехал на медовый месяц Поехал в Советский Союз Там где-то в Пензе или в Туле Он с мужиками в бане попил И проникся в Конституции Советская Она ему так понравилась Каждый имеет право на жилье На работу На зарплату И на все-все-все-все-все Каждый имеет право И мы вот это право им гарантируем Он проникся этим И он несет это через всю свою жизнь Правда, будучи бомжом А потом, когда уже в политику пришел Стал миллионером А до этого был бомжом Типичным бомжом До 40 лет не заработал Ни одной копейки чек ни разу не получал Бомж, типичный бомж Ну, в общем Вот с этим они идут на выборы Ну, не знаю, что они идут Говорит о том, что надо Нюк владельцев оружия, которые не согласятся его сдать То есть, атомной бомбой всех под атомную бомбу бросить И он своей целью ставит задачу борьбы Отменить вторую поправку Опять это брать Assault weapons Никто еще не дал определение Assault weapons Вот именно, понимаешь? Вот тебе вот идет с этим А остальные там несколько человек Остальные несколько человек Говорят о репарациях Мало для черных программ существует Они хотят еще одну программу Репарации за то, что якобы За то, что якобы я владел рабами Или кто-то из моих предков Владел рабами Которые были там Про-про-про-про-про Вот сегодняшних живущих на саус-сайте И вот я должен им за это платить Вот они идут с этим Но они не могут с этим идти Они идут с этим Они идут с этим на праймарис Но когда они выйдут на general election С чем они будут работать? Они будут работать с тем, что медицина Это право, а не привилочи И поверь мне, и оно сработает Оно не сработает Потому что баранов в этой стране Фу, предостаточно Я посмотрел на реакцию, когда Барни об этом говорил на таунхолл Народ просто в экстазе был Бесплатная медицина Причем он же ведь не просто говорит Государственная медицина Он же дал этому другую окраску Все хорошо знают, что довольно популярная программа Медикэр Которая становится все более узкой Узкой, узкой, узкой Уже, 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 уже И он объявляет всем, что я вам дам медикэр для всех И вы платить не будете Вы будете экономить деньги Ну как, кто-то же должен за это платить Ну, да, мы должны будем поднять налоги Но ты понимаешь, что вот это медикэр фуррол Тут же вызовут где-то человек 15-20 ветеранов И попросят их рассказать об их ветеран-эферс медицине И тут же, вот этот, потому что это ничто важное Я хочу сказать Давай, прим Значит, я тебе хочу сказать Проблема вот с этими ветеранскими госпиталями И с этой программой Существует десятки лет И об этой проблеме Говорил только Трамп И что ты думаешь, это какое-то произвело впечатление На толпу, который Хавает, я не знаю, Джосс Карбора Блиц, Настинг Литл, Настинг Близ Мы сейчас и говорим про толпу, которая хавает Ты не забывай, что все-таки сегодня президент Трамп Не Скарборо и не Микки Брызинский Сегодня президент Трамп То есть основная толпа все-таки пошла за Трампом Опять заговорили с хламом